Состоялось очередное заседание штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Это уже не первое заседание, которое проходит под председательством главы города. На этот раз, кроме представителей организации, учреждений и служб города, прибыли депутаты Законодательного собрания Свердловской области Владимир Власов и Михаил Зубарев. Заседание открыла Наталья Тихонова, которая обозначила ряд проблем и вопросов, которые необходимо решать. Существует и определенный круг проблем. Я могу сказать о том, что на сегодняшний день многочисленные обращения от субъектов малого и среднего предпринимательства, в части приостановки своего бизнеса. Я могу отметить, что предприниматели города Азбеста в целом подошли достаточно ответственно к тому, чтобы закрыть двери своих учреждений для оказания услуг населению. Закрылось ряд кафе и столовых и другие объекты предпринимательской деятельности. На какой срок, пока неизвестно. Эти меры предприняты по рекомендациям специалистов и прямыми указами областной власти. Я могу отметить, что органы государственной власти, органы местного самоуправления абсолютно понимают, как и в каких условиях в дальнейшем придется восстанавливать свой бизнес. Мы в прошлый раз ослушивали руководителя налоговой инспекции, говорили с вами о тех льготах, о тех мерах поддержки государства, которые предполагаются в ближайшее время. Также и на уровне муниципалитета мы будем рассматривать вопросы поддержки. Поэтому здесь обращаюсь к нашим предпринимателям, что не стоит особо паниковать. Основная наша задача – это не допустить возникновения распространения новой коронавирусной инфекции. На 30 марта случаев заражения коронавирусной инфекцией в Азбесте нет. 97 человек находятся на карантине под медицинским наблюдением. В ежедневном режиме администрации города совместно с Роспотребнадзором, городской больницей ведется мониторинг лиц, прибывших с территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, находящихся на карантине и под медицинским наблюдением. Могу отметить, что на территории города расширен комплекс мероприятий в рамках межведомственного взаимодействия. Деятельность всех учреждений, социальной сферы, образования, культуры, спорта и молодежной политики в том числе для взрослого населения, подчеркиваю, приостановлено в полном объеме, отменено проведение всех массовых мероприятий на территории города. С 28 марта 2020 года до особого распоряжения в отношении всех субъектов бизнеса, в отношении предприятий вне зависимости от организационно-правовой формы собственности приостановлена работа организации общественного питания, за исключением только организации по доставке готовой продукции, обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций, объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости. Такие списки выходные были направлены и утверждены на федеральном уровне. организации по бытовому обслуживанию населения, за исключением организаций, оказывающих ритуальные услуги, ну и, соответственно, как я сказала, работа всех учреждений и организаций по проведению массовых мероприятий и иных аналогичных объектов. Глава города проинформировала членов штаба о том, что на сайте администрации есть вся необходимая информация. Систематически обновляется информация на сайте, официальном сайте Азбестовского городского округа, где в соответствии с указом губернатора Свердловской области с пятницы 27 марта размещены все контактные телефоны, включая телефон горячей линии администрации Азбестовского городского округа. Здесь мы совместную работу проводим с управлением социальной политики в городе Азбесте, с волонтерами, для того, чтобы обеспечить при необходимости создание необходимых условий для представителей старшего поколения, а также для лиц, оказавшихся в трудной ситуации по доставке продуктов, медикаментов и так далее. Кроме того, горячая линия в администрации создана для того, чтобы отвечать на вопросы, на вопросы наших жителей, на вопросы предпринимателей. Фактически обеспечена работа горячей линии Екатерины Викторовны в круглосуточном режиме. Кроме того, в Азбесте создан штаб волонтерского движения. В состав волонтерского движения в Азбестовском городском округе вошли 34 волонтера. Основная цель – оказать помощь пожилым людям. Могу отметить, что по состоянию на 30 марта обращений за этот период не поступало ни одного. Несмотря на это, мы готовы все вместе оказывать помощь, в том числе для представителей старшего поколения, не только в предоставлении продуктов и оборудования, а также и средств индивидуальной защиты. Начальник территориального отдела Росподребнадзора Елена Брагина информировала членов штаба о состоянии заражения коронавирусной инфекцией в мире, России, Свердловской области и Азбесте. По городу Азбесту заболевших нет. Если считать по медицинским наблюдениям, то на сегодняшний день 104 человека у нас подлежат медицинскому наблюдению. Проведено 97 человеком медицинское наблюдение и, соответственно, этим людям выполняется медицинское обследование с лабораторным контролем. На сегодняшний день уточняется еще информация по четырем адресам. Соответственно, ждем эту информацию от вчерно-патилактических учреждений. На 12 часов 30 марта в Свердловской области подтверждено заражение этой инфекцией 24 человека. Елена Брагина обратилась с заявлением к руководителям предприятий и населению города. Уважаемые руководители юридических лиц и индивидуальные предприниматели, обращаюсь к вам с целью организации на ваших предприятиях и организациях независимо от формы собственности, тех рекомендаций, которые предписаны федеральным органам Роспотребнадзора, по организации дезинфекционных мероприятий, по организации выполнения всех требований к вашим работникам. Также отдельное пожелание и требования к организациям, которые занимаются перевозкой пассажиров, выполнять точно так же все мероприятия по дезинфекции и охране здоровья работников и пассажиров на предприятиях. Также хочется обратиться к гражданам, особенно к группе 65+, организовать максимальное выполнение изоляции и самоизоляции этих граждан. На сегодняшний день они находятся в группе риска. Также обращаюсь к родственникам, друзьям этих граждан. Ограничьте, пожалуйста, посещение данных лиц. Почему? Потому что на сегодняшний день вы являетесь возможным источником инфекции. И, соответственно, окажите им всевозможную помощь по организации питания и бытовых услуг. О принимаемых мерах по предупреждению завоза и распространению коронавирусной инфекции доложили руководители предприятий, организаций, служб и аптек. О готовности горбольницы доложил заместитель главного врача Валерий Бердинский. Среднепороговые цифры заболеваемости, даже острыми респираторными заболеваниями, они ниже, чем в другие годы. Поэтому всплеска заболеваемости нет. По наблюдению за больными, кто приезжает из-за рубежа. Елена Анатольевна сказала, что передано 104 случая, по 97 отчитались, по остальным будет сделано. То есть все жители города находятся под наблюдением. Все, что необходимо, медики делают. В настоящее время больница готова к тому, чтобы оказывать помощь больным, в том числе и с коронавирусной инфекцией. В больнице достаточно, как и в прошлый раз мы говорили, медикаментов, противовирусных препаратов, антибиотиков. Достаточно всех расходных материалов, масок, одноразовых костюмов, дезинфицирующих средств. Мы отрегулировали, посмотрели, что у нас с медицинским оборудованием. То есть аппаратов искусственной вентиляции легких, для развердывания дополнительных коек, в том числе и реанимации. Необходимых кардиомониторов, необходимых пульсоксиметров и другого медицинского оборудования в больнице достаточно. Начальник отдела полиции Азбестовский Максим Петров доложил о работе полиции. Работа у нас организована с 7 марта. Стали поступать списки из информационного центра по проверке граждан, прибывших на территорию Российской Федерации и зарегистрированных в Азбестовском городском округе. Всего поступило 279 человек в этом списке. Как было уже сказано, 104 в настоящее время необходимо выполнять требования по изоляции в домашних условиях сроком на 14 дней. С 24 марта по 29 проведен обход всех лиц. Вручены уведомления о соблюдении постановления. Также вручены памятки об основных принципах соблюдения карантина в домашних условиях. В ходе проведения мероприятий выявлено 5 факторов несоблюдения граждан требований в условиях изоляции. Данные материалы у нас зарегистрированы. Сейчас проводим проверку, смотрим причины и, соответственно, направленные материалы будут в Роспотребнадзор. Кроме этого, мы сейчас вышли практически, ну, с учетом того, что постоянно эти списки обновляются, вышли на режим повторных проверок этих граждан на постоянной основе. Кроме этого, у нас на сегодняшний день идет мониторинг соцсетей с целью недопущения вброса фейковой информации. Два случая у нас на сегодняшний день зарегистрированы. Материалы также находятся на проверке. В случае, если вам необходима медицинская помощь, мы попросили рассказать главного врача скорой медицинской помощи Алексея Степченко. Алексей Георгиевич, в каких случаях надо и можно вызывать скорую медицинскую помощь? А в каких случаях лучше позвонить в колл-центр горбольницы и вызвать медицинскую неотложную помощь? Да, я согласен. Вот это очень правильный вопрос. Давайте не будем забывать, что скорая служба – это все-таки экстренная служба. К экстренной помощи относятся вызова, которые связаны с нарушением мозгового кровообращения, с инфарктами миокарда, с потерями сознания, судорог, дорожно-транспортными происшествиями и роженицы. Это те вызова, которые мы обслуживаем в первую очередь. Все остальные вызова – температура, повышенное давление, хронические заболевания – они не требуют экстренной помощи и обслуживаются скорой помощью. Уже после того, как придет участковый врач, которого можно вызвать через единый колл-центр, или после 8 часов вечера скорая помощь обслуживает все вызова, и также ночью все вызова скорая помощь берет на себя. Поэтому хотелось бы обратиться ко всем жителям города Азбеста, Азбестовского городского округа. Прежде чем вызвать скорую помощь, обратите внимание на то, если у вас температура, то сколько дней эта температура держится? Первый день. До каких цифр она поднимается? И только после этого звонить в скорую помощь. Может быть, стоит сначала вызвать участкового врача, потому что нагрузка сейчас на скорую помощь возросла, сопоставимо стала с новогодними праздниками. Поэтому просим всех соблюдать выдержку, терпение. Скорая помощь обязательно приедет. Мы обслуживаем все вызова, стараемся никому не отказывать, просто время ожидания может быть увеличено. Телефон, по которому можно вызвать скорую помощь, это 100-го телефона, бесплатный телефон 103, с городского номера 03 и просто городской телефон 750-03, а также единый телефон 112. А вот телефон колл-центра горбольницы. Телефон колл-центра больницы поликлиники номер 3, 99-203, где принят ваш звонок оператор и определит этот вызов на ваш участок. И к вам придет участковый врач. В соцсетях стали распространять недостоверную информацию о коронавирусе в Азбесте. Глава города по этому поводу сказала. Распространение недостоверной информации, влияющей как раз на паническое настроение и повышение социальной напряженности жителей, это просто ситуация недопустима. Я могу отметить, что каждый случай он будет рассматриваться. И здесь даже не надо тратить время на подачу заявлений. С руководителем межмуниципального отдела Азбестовским мы этот вопрос обсудили. И я призываю даже тех, кто все-таки пытаются нарушить единую позицию в части организации работы по недопущению распространения, как слухов, так и непосредственно самой инфекции, эту работу перестать делать. Но во всяком случае надо уважать Азбестовцев и не надо допускать таких провокационных моментов. Поэтому, Максим Васильевич, я прошу также в дальнейшем продолжить мониторинг, своевременно информировать и органы местного самоуправления, и Роспотребнадзор. Здесь у нас есть представители прокуратуры. Я думаю, также в рамках мер прокурорского реагирования к таким людям нужно применять эти меры. Потому что сегодня у нас другие немножко цели и задачи от того, чтобы наводить панику среди жителей. Затем Наталья Тихонова обратилась к жителям города. Уважаемые жители нашего города, сегодня основная наша с вами задача – это уберечь себя, своих близких от возможного возникновения проблем со здоровьем, в частности в рамках распространения новой коронавирусной инфекции. Мы призываем всех вас вместе остаться дома. Сегодня самоизоляция – это не просто слова или просто лозунг. Это именно единственная мера, которая позволит нам уберечься от данной вирусной инфекции. Поэтому всем здоровья, давайте будем соблюдать режим, будем оставаться дома и все будем здоровы. Юрий Чиликин, Максим Фетисов. Новости АТВ.